всем здравия я роман головин сегодня хотел с вами поговорить о такой интересной теме как долгожительство и так какие параметры естественно больше будем говорить о питании во первых это умеренное питание без фанатизма второе хорошие гены чистый воздух чистая вода причем достаточное количество воды в рационе питания позитивный настрой на жизнь спорт но сюда не входит я бы сказал больше движения и естественно больше сказать уединенный образ жизни что меньше было депрессии различных воздействий на организм человека там ультрафиолетового ионизирующего излучения вай-фай инфракрасного излучения так далее то есть все что придумал человек это все негативно влияет на человек то есть большие мегаполис это человек все-таки обособлено должен жить и приближаясь к пище чем проще пища тем лучше то есть когда много составная пища много различных специй много смешивается когда человек гурманом становится фанатами еды и фастфуда большое количество сахара соли то есть как правило когда человек уже на природе у него ничего нет питается более естественно то есть он находится ближе природе дико мясо дико мясо там корова ездить творог делать молоко сыр фрукты и овощи зелень вот пожалуйста сокрутки грибы то есть все чем проще однороднее вот тем лучше меньше смешивают картошка грибы пожалуйста с луком допустим там вода из своего колодца родниковая вода идеально там есть энергия мы питаемся для того чтобы жить у нас была энергия что выполнять какие-то действия жизни что физическое тело могло могло функционировать вот такие некие признаки до долгожительства естественно многие люди они пытаются долго жить бегают там это упражнение дело большинство всего этого не нужно так как большинство долгожителей они совершенно не думали о спорте о том что нужно там бицепсы иметь большие вот красиво фигуры кубики пресса чтобы были вот это все у них отсутствовал то есть большинство из них либо тяжело работала либо вообще не работала все же на боку пролежала то есть как черепаха да свяжу и смотрю сегодняшний мир он очень динамичный да и привносят очень много в нашу жизнь ненужного до ненужной пищи ненужное количество распотребления дают с самого детства людям ту пищу которая не нужна людям то есть дети они растут жевачками там сколько ну буду говорить конечно скажем с напитками которые нам просто не нужны то есть внутри находится совершенно кислые напитки и вот паш в организме снижается до кислотного что многие начинают соду пить кстати может быть лекцию отдельно сделала пыль и начинает пить соду защелачивает организм а фрукты и овощи это естественные помощники наши которые защелачивают организм кстати вот нагружение многим людям кто не знал соки фрукты и овощи они как раз восстанавливает паш и не надо никакую соду пить многие люди не доедают долгожителя то есть малое количество пищи потому что все время надо работать на свежем воздухе и таким образом организм лучше функционирует быстрее успевает очищаться на самом деле организм поверьте мне много не надо и вот в нашем обществе либо толстые плохо и худые плохо ну да нормальным не суждено всем быть нормальными чтобы от природы мама с папой или господь бог как кто думает дали какое-то тело вот идеально и все на самом деле у всех разные там и гормоны там проблемы с гормонами заболевания различные бывают естественно тяжелее человеку бороться с разными недугами быть в хорошей форме конечно же в долгожителе нет таких тяжелых болезней изначально уже понятно вот что они самого детства более менее нормально себя чувствовать есть какие-то мелкие заболевания не влияют практически ни на что поэтому эти люди они живут долго ну во первых у них наверное миссия какая-то чтобы чтобы они что-то сделали за длительную эту жизнь плюс еще естественно эти люди скажем так правильно ухаживать за телом может подсознательно да некоторые даже курят который в гараже кто даже может чуть-чуть злоупотреблять вино но поверьте мне даже вот это является меньшим злом нежели человек живет в каком-то мегаполисе постоянно вот этот воздух вот постоянно вот эти излучения особенно мобильного эта связь радиоволна не очень сильно сейчас а многие процессы вот эти они разрушают и у человека возникает различного рода заболевания многие люди умирают преждевременно поэтому нужно быть очень аккуратным нужно понимать что лишнее знание скажем да нам не помешает почему а сохраните деньги б не надо будет ходить к врачам вот более останетесь трудоспособны и будете выполнять и в семье свои обязанности на работе еще какие-то бытовые дела поэтому вот эти знания которые там я даю там то можно ко мне на консультацию обратиться все эти видео не смотреть чтобы получить какие-то выжимки и естественно таким образом вы будете более здорово целеустремленным и даже можете жить долгую и счастливую жизнь конечно есть очень много подводных камней там да там плавание например массажа какие-то растяжки йога дыхание ну это в пищу не входит это немножко другая тема про пищу я очень много было естественно говорит потому что мой канал посвящен питанию вот и таким образом пища это один из столпов как сохранить свое тело как долго прожить настолько долго насколько но как бы позволяет наша программа сознание вот тело насколько вот реально вообще прожить на сегодняшний день на самом деле долгожители было достаточное количество смотреть их можно и в турции там один около 150 лет прожить от японец который там ликтон к китаец на китайском сколько он там прожил там 253 помогу но это недоказуемо потому что документы никто не видел это приблизительно вот таких людей на самом деле единицы но там 120 лет там 130 вполне реальным многим людям прожить вот но просто так смысла жить нужно иметь цель для чего человек это делает мы должны понимать что мы хотим просто прожить рекорд побить должна жизнь быть какой-то насыщенной что другим людям сделать до после себя что наследие какое-то ставить что-то такое сотворить развить свою страну наверно вот это самое основное а просто где-то прожить в лесу там где-то чтобы никто тебя никогда не видел поставить галочку я прожил 120 лет 130 мы не знаем может быть не все так думать ну я думаю по другому все-таки нужно приносить пользу своей стране людям вот родственникам друзьям естественно конечно из всего того что я говорю какие-то выносить для себя знания на черпать чтобы легче было развиваться жить вот ну естественно более философски мыслить и чтобы тело более правильных функционирования вот на этой ноте я хотел бы закончить всем самого доброго живите счастливо и долго до свидания